МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опять коммунальные аварии на водопроводных и электрических сетях. Она бегает быстрее всех, но главные победы еще впереди. Расскажем о бийской легкоатлетке Вере Быковских. Нарушил, отвечая вместе с тем, успевая спасать жизнь. Один день сотрудника ГАИ. Но для начала сразу о коммунальных авариях, которые сегодня произошли в городе. На несколько часов утром без электроэнергии остались жители Треста. Обесточены оказались и дома по улице Васильева. Происшествие не повлияло на работу детских дошкольных учреждений. А через два часа электроснабжение района было восстановлено. А вот серьезная авария в городской системе водоканала сегодня оставила без холодного водоснабжения жителей квартала АБ. На улице Кутузова работала спецтехника и сотрудники водоканала. Отметим, что сегодня стартуют гидравлические испытания сибирской генерирующей компании по контуру номер два. В связи с этим горячая вода будет отключена до 16 июля в домах по улицам Льнокомбината, Гражданской, Граничной и в переулке Придильном. А также до 14 июля продолжатся испытания по контуру номер один, котельной номер шесть. Движение «Возобновится» один из проблемных участков дорожной сети на улице Промышленной несколько месяцев оставался недоступным для автомобилистов. Здесь свои работы ведут специалисты СГК. Напомним, данный участок в течение нескольких летних сезонов перекрывался. Так, например, в июне прошлого года на пересечении улицы Промышленной с улицей Трофимова случился порыв, в результате чего образовался фонтан. Специалисты ликвидировали неполадку и занялись устранением выявленных дефектов. Работы продолжились и в этом году. На данный момент стало известно, что движение по улице Промышленной будет восстановлено уже в это воскресенье, 7 июля. В Бийске из окна многоэтажки выпал ребенок. Полуторагодовалый мальчик остался без присмотра взрослых. Облокотившись на открытое окно, на москитную сетку в нем, он выпал из окна квартиры с высоты второго этажа. Несчастный случай произошел на первом участке. На место происшествия незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи Бийска. Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую больницу. Следователи проводят по факту падения ребенка из окна следствие. По предварительным данным, мальчик в тот момент, когда родители отвлеклись, залез на кресло, а затем на подоконник. Оперся на москитную сетку и выпал из окна. Следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также условия проживания и воспитания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как показывает следственная практика, в подавляющем большинстве причиной подобных происшествий является невнимательность и недостаточная бдительность взрослых. Оставление малолетних детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Отсутствие блокирующих механизмов на стеклопакетах. В ряде случаев москитные сетки, установленные на пластиковых окнах, ошибочно воспринимаются детьми как опора, которая препятствует их выпадению, что приводит к трагедии. В связи с этим, Следственное управление Следственного комитета России по Алтайскому краю обращает внимание взрослых на необходимость более ответственного подхода к обеспечению безопасности детей в помещениях многоэтажных жилых домов и административных зданий. Дальше немного рекламы, не переключайтесь. Реклама в Бийске. Бийская медиагруппа. Телефон 313115. Производство. Размещение. Бийская телевидение. Здравствуйте. Дальше немного рекламы, не переключайтесь. Вот мы и вернулись. Сотрудники госавтоинспекции сегодня, 3 июля, отмечают свой профессиональный праздник. 88-ю годовщину в Бийске отметят 133 человека. Именно столько трудятся в госавтоинспекции Наукограда. Дежурство на дорогах, регистрация транспортных средств, оформление водительских удостоверений и многое-многое другое. Один день из жизни сотрудников смотрите в сюжете Ксении Цапко. От 3 до 5 минут тратит на осмотр автомобиля лейтенант полиции Кирилл Бондарь. Бийском Рео, он трудится 2,5 года. Говорит, замена двигателя или незаконные изменения конструкции – самые популярные нарушения бичан. Каждый день делаю осмотр транспортных средств, то есть сверх номерных агрегатов. Номер двигателя, номер кузова, номер шасси. Смотрю, чтобы соответствовало все техническим нормам. Оборудование дополнительное, чтобы люди не устанавливали. И получается, подписываю документ. Если автомобиль соответствует, то людям выдаются новые регистрационные документы. И все, человек радостный уезжает домой. Если что-то у него не так, то бывают всякие случаи. Автомобиль направляю на экспертизу. Там уже эксперт смотрит, почему номер изменяли, почему двигатель другой поставили. И там уже тоже выносит вердикт. Либо автомобиль дальше в работу идет, либо на утилизацию. Регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений, проверка знаний будущих водителей, допуск к перевозке опасных грузов, внесение изменений в конструкцию транспортных средств, дежурство на дорогах. В госавтоинспекции Бийска трудится 133 человека. Нередкость семейные династии. Так майор Евгений Богомолов, так же, как и его отец, связал жизнь с данной службой. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с 88-й годовщиной образования службы ГАИ, госавтоинспекции, ГИБДД. Несмотря на смену аббревиатур, наши задачи остаются неизменными. Это обеспечение безопасности дорожного движения, а также безопасности наших граждан. Особые слова благодарности я хотел бы выразить нашим ветеранам, которые, несмотря на смену поколений, продолжают передавать свой бесценный опыт нашим молодым сотрудникам. Нарушил, отвечая, правила Владислава Федорова, капитана полиции. Экономист по образованию, он по зову сердца уже 16 лет трудится в госавтоинспекции. Вспоминает, как во время одного из ночных дежурств очевидцы указали на горящий дом. Несмотря на то, что тот был объят огнем, им вместе с напарником удалось разбудить и спасти пять человек. В наш обычный день состоит из того, что мы ведем контроль за участниками дорожного движения, чтобы они соблюдали правила дорожного движения, также раскрытие преступлений, охрана общественного порядка и профилактика административных правонарушений. Были и погони у нас, и преследования особо опасных преступников задерживали. По высшему образованию специалист по сервису и туризму. В душе полицейский. Представитель еще одной династии, старший лейтенант Семен Мухачев, служит 8 лет. Его кредо в работе главное – спокойствие. Я с детства знал, что уже буду сотрудником полиции, а именно служить в госавтоинспекции. Так как отец у меня, династия, отец больше 25 лет, проработал в этой службе. Отец же постоянно с работы приходил, рассказывал что-то, видел его в форуме. В Бийске по статистике самые популярные нарушения в области пересечения проезжей части. Как автомобилисты не всегда пропускают пешеходов, так и пешеходы могут переходить дорогу в неположенном месте. Борьба ведется и с водителями, которые позволяют себе управлять машиной в нетрезвом виде. Работы хватает. ДПС, служат здесь надежные ребята. ДПС, все это ДПС. ДПС. Бийский технологический институт отмечает 65-летие. К этой дате вуз подошел с серьезным багажом. Научные достижения, преподавательский состав, выпускники – все это повод для гордости современных технорей. Основали БТИ в 1959 году. Тогда в Бийске открылся вечерний факультет Алтайского политеха. Промышленность в городе развивалась быстрыми темпами, и нужны были специалисты, инженеры, химики. Их начали готовить без отрыва от производства. Первыми студентами стали рабочие химкомбината и котельного завода. За 10 лет институт из вечернего отделения вырос до полноценной образовательной структуры. К 65-летию Бийского политеха на сцене городского дворца культуры прошло торжественное заседание ученого совета. В зале собрались ветераны вуза, выпускники прошлых лет, современный состав преподавателей и студентов. Сегодня Бийский политех остается филиалом Алтайского государственного технологического университета, но при этом не теряет своих позиций как самостоятельная единица. В рейтинге края Бийский вуз делит вторую позицию с Алтайским мединститутом. Роль Бийского технологического института всегда заключалась в первую очередь в подготовке камер для обороны промышленности, что способствовало развитию в первую очередь оборонного комплекса города Бийска. Научные исследования Бийского технологического института широко востребованы в нашем государстве и проводятся на очень высоком уровне. Несколько лет назад Бийский впервые начал выполнять работы по государственному оборонному заказу, что также подтверждает высокую значимость научных разработок Бийского технологического института. Теперь к новостям спорта. Успех этой молодой спортсменки уже выходит за рамки городского и даже краевого масштаба. Ученица Бийского лицея Веры Быковских шесть раз становилась призером первенства России по легкой атлетике среди юниоров. Спустя всего день после соревнований, откуда Вера вернулась с двумя медалями, золотом в забеге на полторы тысячи метров и серебром на 800 метрах, девушка снова выходит на тренировку, на которой побывала моя коллега Кристина Чернова. Первая в турнирной таблице с результатом в 4.23.02, сотый номер, под которым спортсменка из Бийска вышла на дорожку, стал для нее счастливым. В родной город ученица Бийского лицея и воспитанница спортивного клуба «Заря» вернулась сразу с двумя медалями первенства России по легкой атлетике среди юниоров. Она пришла первой в забеге на 1500 метров и завоевала серебро на с дистанции 800. Одним словом, повторила свой же прошлогодний успех, но уже на более высоком уровне. Год назад Вера начала собирать медали с первенства России. В том году в Москве, в Лужниках, она победила в беге на 800 метров и заняла второе место на 1500 метров. Зимой в Ульяновске, на зимнем первенстве страны, она завоевала две серебряные медали. Это тоже большой успех, тоже на этих же дистанциях. Вера пришла ко мне во втором классе, сейчас она перешла в 11 класс. И за все это время начинались трех тренировок и постепенно дошли до пяти тренировок. В плане дисциплины все хорошо. Выполняет все задания и очень старательная девочка. Но талант – это только 5% успеха, соглашается тренер Виталий Васильевич. За многолетний стаж работы он воспитал целую плеяду легкоатлетов. Схема одна – труд, упорство, дисциплина. Тренировки – важная часть жизни любого спортсмена и Вера не исключение. Несколько часов сна после самолета, и вот она уже снова разминается. Работает особенно усиленно. Соревновательный сезон в самом разгаре. Уже через неделю девушка в составе юношеской сборной страны отправится в Беларусь. Мне кажется, что когда есть желание, можно успеть вообще все. Так как я достаточно еще молодой спортсмен, потому что легкая атлетика. В сравнении, к примеру, с гимнастикой достаточно поздний вид спорта. И какие-то значимые результаты человек показывает лет в 20 и старше. Особенно на мои дистанции длинные. Поэтому пока что тренировки не занимают много времени у меня. По вечерам тренируюсь от полутора до двух часов. Успеваю учиться. Хорошо сдала ОГЭ. Сейчас готовлюсь к ЕГЭ активно. Хочу поступать в высшее учреждение. Поэтому да, при желании, мне кажется, можно успеть все. И тренер так подстроил под меня тренировки, что заниматься спортом в одном удовольствии. Все успевать. Кандидат мастера спорта, многократный победитель и призер местного, регионального и федерального масштаба. Побед в жизни 16-летней девушки уже много. И она продолжает стремиться к новым. Впереди 11 класс, экзамены и поступления. Признается, поддержка тренера и семьи добавляет уверенности в себе. Наверное, 70, если не больше процентов моего успеха, это именно то, что вложил в меня тренер и родители. То, что без них, я точно такого бы не добилась. Они постоянно меня мотивируют и поддерживают. Кристина Чернова, Евгений Казанцев, Будни. И о погоде. 4 июля в Бийске будет переменная облачность. Ожидается дождь, ветер слабый. Его направление в течение дня будет меняться. Атмосферное давление, низкая влажность воздуха. Утром и поздним вечером, наоборот, будет повышенной. Возможно, небольшие колебания в геомагнитном поле Земли. Ночью температура плюс 16-18, днем плюс 24-26. На сегодня это все новости. Такой была информационная картина дня глазами наших корреспондентов. Делитесь с нами информацией, звоните в редакцию по номеру телефона 313507 или пишите нам в социальных сетях. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова